Добрый день, друзья! Сегодня к нам поступило сразу на обзор целых 4 телефона. Конечно, сразу обзор на все 4 телефона мы сделать не сможем. Но сейчас мы выберем из них какой-то один и сделаем на него видеообзор. Ну, во-первых, это телефоны Zopa C3. Это один из флагманов от фирмы Zopa. В такой интересной коробочке поступил телефон Zopa ZP820. Попытка фирмы Zopa отбить часть бюджетного сегмента у других фирм. В частности, скажем так, у фирмы ZTE с моделью V889S. И вот такой бюджетный телефон Lenovo. Это модель Lenovo A630. Ну вот, наверное, пожалуй, на вот этот A630 мы сейчас с вами и посмотрим. Телефон Lenovo A630. Это бюджетная серия фирмы Lenovo. Диагональ у этого смартфона экрана 4,5 дюйма. Как всегда, для телефона Lenovo очень качественная, очень хорошая сборка. Нигде не люптит, нигде ничего как бы не скрипит. Хорошо лежит в руке. Качественный, вот такой компактный размер. Шероховатый матовый пластик. Причем, что необычно на Lenovo, кнопка включения у этой модели находится не на верхней грани телефона. А вот кнопка включения находится справа. И слева качелька регулировки громкости. Сверху наушники и порт зарядки синхронизации MicroEVSP. Одна из основных фишек данного телефона, это батарея. Вот такая она по размеру практически занимающая всю заднюю часть телефона. И по емкости 2500 мАч. Такая батарея позволит этому телефону проработать в режиме разговора до 20 часов. И в режиме ожидания до 240 часов. То есть практически это 10 дней. Надо еще под батареей у нас... То есть, видите, батарея такая, ну, практически, как больше, чем полтелефона. Две стандартные карточки под SIM-карты разъемы и разъем под microSD-карточку. Обратите внимание, вот здесь такой маленький нюанс. Задняя 5-мегапиксельная камера. Она вот заклеена такой, не знаю, будет ли вам видно. Давайте увеличим. Вот заклеена вот такой вот пленочкой. Я с таким сталкиваюсь впервые. Тем не менее, вот для того, чтобы у нас камера снимала, делала хорошие снимки, перед началом эксплуатации эту пленочку вот надо аккуратненько вот таким вот образом отклеить. Включим аппарат. Как я уже говорил, диагональ экрана здесь 4,5 дюйма. Подсветочка вот нижних клавиш. Сразу видно при включении аппарата. Матрица здесь обычная TNT-матрица. Но при этом фирма Lenovo не пожалела поставить сюда TNT, ну, TFT, но очень хорошую матрицу. То есть, реально, конечно, она как бы проигрывает матрицам IPS. Но, тем не менее, качество вот этой матрицы, которая стоит в этом телефоне, она очень-очень даже неплохая. Давайте ближе пройдем по характеристикам данного телефона. В Antutu телефон набирает 8319 баллов. Это очень неплохой результат. С учетом того, что здесь стоит двухъядерный процессор MTK6577, 512 гигабайт-мегабайт оперативной памяти, 4 гигабайт встроенной памяти, разрешение экрана, как мы видим здесь, 854 на 480 точек, ну, очень неплохое разрешение. И TFT до 4,5 дюйма. И плотность пикселей 240 пикселей на дюйм. Датчики основные. Тут стоят датчики. Давайте ближе посмотрим, какие тут стоят датчики. Датчиков тут стоит немного. Тем не менее, основные присутствуют. Это акселерометр, датчик освещенности и датчик приближения. В принципе, давайте проверим, как у нас будет работать. Датчик освещения. Это все работает. Датчик приближения. Все работает. И акселерометр. И акселерометр у нас тоже работает. Как воспроизводится звук и видео, давайте сразу посмотрим. Запустим тест NanoMark. И сразу посмотрим. Заодно протестируем. И посмотрим, как у нас, что у нас, как у нас делается с звуком. Ромка ставим на полную. И как проигрываться видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень качественное изображение. Очень хороший звук. Довольно неплохие количество кадров в секунду. Как для телефона бюджетной серии. Стоимостью чуть более 100 долларов. Игры. 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 Отличный звук. Отличный звук, отличное видео. Отличный звук, отличный звук, отличный звук. Своими телефонами. Качественный, удобный, с хорошим, несмотря на то, что ТЕПТИМАТРИЦА, экраном. Производительный, с отличной батареей. Естественно, Wi-Fi, GPS, Bluetooth. Все это, естественно, присутствует. При этом цена телефона чуть больше 100 долларов. Ну, если вот как бы... Мне этот телефон очень понравился. Всем рекомендую. Ставим лайки. Подписываемся на канал. И дальше смотрим наши обзоры.